привет с вами андрей у нас шатер пиксель данжен мы продолжаем прохождение боевого мага вот по такому вот и в силу сиду вот собственно мы остановились на том что у нас присутствует кольчужная броня скорости большое количество снаряжений которые нам нужно продать это секира румный меч меч холода арбалет собственного товар я плюс 4 который у нас присутствует наличие также у нас есть 30 зарядов алхимика это очень много я бы даже сказал за дохрена нам бы в идеале сделать антигравитацию или сделаем пожалуй антигравитацию для того чтобы она не мешала антигравитация наверняка нам понадобится рано или поздно поэтому сделаем ее 30 зарядов убежали расщепим один этот сделаем получается жидкий металл получается расщепляем метательное оружие чтобы сделать из него жидкий металл собственно сделали забыли так у нас также присутствует пустофрукт и ботинки большом объеме давайте посмотрим что мы можем сюда удобрить можно в принципе все удобрить что неплохо так это у нас что это у нас знаете посмотрим это у нас гнусно мог гнусно ух это яд поэтому в принципе яд можно дистанционно использовать на ваших врагов давайте сейчас мы через ботинки попробуем сыграть а у нас нам нужно перекусить давайте перекусим следующий этаж у нас паук так называемый пещерный предельщик его зовут это огненный чемпион пылающий пылающим лучше всего драться в воде при смерти пылающий чемпион сгорит и сожжет все вокруг тем самым все вот это сейчас растительность как и двери они все сгорят черном собачьим мы перешли на следующий этаж нам подсказывает то что вам внимательнее нужно смотреть под ноги это говорит о том что тут будет огромное количество ловушек давайте выберем для исцеления а также вы ощущаете наличие смертельной опасности это собственно чемпионы гуляют и солнечные часы перестали отбрасывать тень это говорит о том что у нас присутствует солнечные часы кстати говоря по поводу брони у нас получается скорость зачарование скорости и часы пространственные которые увеличивает респаум врагов если у вас время до 7 утра у нас как раз как раз время до 7 утра вот тут большое количество луж как вы поняли поэтому нам очень важно чтобы здесь мы не наступили в одной из них вода наш друг поэтому воду мы ходим собственно dm200 ничем особо не примечательный бьет газом на дистанции но вплотную он это проецирующий чемпион проецирующий чемпион летучая мышь а что может быть хуже кастуем на себя защиту от яда убили мы собственно проецирующую чемпиону убили собственно летучую мышь конечно макс спину урон нанес крысу эти подождем а это крыса нет видите она она наивно полагает на самом деле можно было избежать урона используя палочку трансфузии который у нас присутствует вода наш друг как вы помните поэтому мы можем использовать еще один цветок улучшения мы в теории могли бы сейчас улучшить наш посох а что хорошо у нас как раз плюс два также мы можем улучшить свои доспехи спорный момент что нам нужнее в теории урон конечно нужен но и сила нужна просто если промедлить с улучшением вас могут просто начать стирать вот например нам не хватает сейчас немножко защиты но защиту мы никак не сможем в данный момент найти мы нашли алхимика замечательно ментальное зрение камень камень и сновидения и энергетический кристалл громила таскуем на себя защиту от того чтобы с ним плюс-минус быть наравне как вы помните мы с яростью не деремся поэтому просто выбегаем попробуем использовать вот есть вода наш друг как вы помните поэтому можем смело по воде ходить смотрим чтобы он не проснулся таракан проснуться гнида ползучая выхлопные газы пошли от дм это шикарно он так делает когда не может достать цель но нам только в плюс он будет наносить дополнительные уроны всем кроме его самого потому что у него иммунитет газы как вы помните с яростью мы не деремся поэтому просто его раскачиваем как вы видите он нам заблокировал проход с помощью своей паутины мы в принципе могли бы наступить но нам нет смысла мы просто отступим пару шагов назад надо кинуть что-нибудь в паутину для того чтобы их сломать собственно еще один таракан а мы не сможем прострелить скорее всего но единственное может палочка нет палочка тоже нет а тут может палочка дезинтеграции прострелить поэтому в этом вопросе она конечно не плохо заходит но у нас ее нет либо любая огненная ну либо не паразийная палочка также палочка света она вам может помочь если вы играете с питанием очень полезная вещь собственно еда как вы помните нас повыпреждали о количестве ловушек которые здесь присутствуют поэтому стоит быть готовым к тому что вам случайно под ноги кинут какую-нибудь ловушку это у нас получается антимагический чемпион которого магии не пробить как раз подмага специально готовили это чемпионок еще один давайте скопаем его защиту чтобы немножко собрать ее с летучей мышь играться такой себе мы защитим поэтому ее как можно быстрее нужно тушить собственно ДМ 200 серии кстати присутствует электричная а это перемещающая ну была бы если электрическая тут рядом с водой она бы большинство врагов парализовала которые стоят в воде электричество как вы помните проводит воду тем самым у вас у нас 18 уровень у вас было большинство врагов пролезалось поэтому важно не стоять в воде качаем усиленный удар для того чтобы он наносить больше урона вашим врагам и со спины идет таракан какая ты нехороший человек а с яростью мы не деремся поэтому просто его катим собственно здесь присутствует золото и собственно таракан как же у тебя часто кастуется я по понятной причине не снимаем для того чтобы как можно я по-другому снять спросите вы я вам сейчас отвечу я кстати не использую по сути этот для того чтобы на его используем образ надо поставить на артефакт я имею ввиду чтобы его использовать нужно поставить на быстрый слот чтобы я про него не забыл у нас самое странное что он его не видит хотя а паутина мешает наверное забили как вы помните у нас тут очень много может быть ловушек поэтому не готовимся к тому что на самом деле вот на таких вот магах дм и так далее можно очень хорошо настакать себе защиту с помощью палочки собственно земли земного стража как вы понимаете у нас тут мимик сейчас мы его убьем но защита может очень быстро потеряться если страж появится неудачное время мимики чем хороши они кольцо богатства кстати говоря одно из самых полезных колец его стоит использовать если оно у вас присутствует по крайней мере когда вы играете до ну чтобы до высоких уровней оно просто вам даст чуть больше лучше это ловушка холда ну ничем особо не примечательная ловушка нас говорят что бурдюк заполнен это говорит о том что мы можем выпить его у нас это собственно громила давайте громила побьем немножко посеем его пару раз это у нас вдохновленный чемпион его убить только магией но он как вы видите нам не дает себя ударить даже то есть гнидовому шуту не знаю что он добоевается мы его все равно убьем мы его все равно убьем мы его все равно убьем кастуем на себя защиту давайте сейчас кастуем все таки семечко чтобы ему было интересно дали ему ослепление чтобы он от нас просто убежал слепота у него на около пяти ходов примерно вот гнида он встал неудачно собственно это ловушка стражи ее так же можно в принципе активировать для того чтобы стражи тоже забрать если у нас здесь переход да переход у нас есть у нас правда единственное место под лут стражи нету поэтому для нас ловушка стражи в принципе не особо будет интересно я думаю стоит прочитать улучшение для того чтобы улучшить свою броню для того чтобы просто мы смогли уже ее переодеть собственно мы ее переодели скорость конечно шикарная вещь но давайте рандомное зачарование посмотрим что у нас у нас вода шикарно я правильно понял да да вода это шикарное зачарование особенно если у вас есть большое количество большое количество воды собственно которая у вас присутствует в виде экстрактов водянистости экстрактов водянистости сделаются изделия левитации у нас тут источник жизни источник жизни это хорошая вещь это у нас маг и у нас как назло закончилась палочка а я имею ввиду палочка трансфузии которая у нас присутствовала для контроля всех подобных мобов поэтому используем ботинки цель в недосягаемости замечательная на самом деле у нас сейчас свитки присутствуют и карты и не карта нам не нужно чтобы у нас что-либо горело в идеале пробежать следующий этаж давайте посмотрим это 14 этаж нам ничего не сказали по поводу того что тут какой-то специфический этаж поэтому будем рассматривать его как обычный этаж маг собственно пока он спит мы его и будить не планируем попробуем в другую сторону посмотреть что у нас здесь есть да здесь есть проход и здесь есть громила давайте его скастуем на него магию собственно лишний урон получили а команды с огромным количеством ловушек поэтому очень важно чтобы вы шли грубо говоря с поиском не важно какой у вас поиск важно чтобы вы шли именно с ним потому что вы просто наступите в ловушку просто сгорите к чертям потому что это огненные ловушки да куда ты побежал ну таракан заблокировал обзор магу тем самым он не может стрелять нам бы палочку встаем между ними для того чтобы нас маг не бил маг в мили и он по сути бесполезен но вот на рынке он вам очень много магического улона может напихать поэтому очень важно чтобы чтобы важно чтобы вас не раздамаживал он а собственно таракан давайте его разберем да не дам не дающий себя ударить ну ползи сюда уже несчастный таракан а собственно нас повесил он я давайте защиту нашли зелье опыта хорошо собственно кузнец с кузнецом разберемся позже катана огня бесполезная ну катана вообще полезная вещь но из-за того что зачарование огнец у нас убивать это зачарование потому что она ужасная делай силы пьем это золото и свиток ярость свиток ярость хорошо позже нам понадобится это у нас таинственный сад он присутствует на карте как вы видите он отмечен здесь что касаемо солнечника солнечник чуть позже враги правда любят наступать на ваши растения поэтому позже нужно как можно быстрее чтобы у вас наступило у нас присутствует ключик поэтому можем что нибудь открыть тут очень много мобов ну мы неудобно стоим поэтому давайте их покатаем они сейчас за нами все побегут на мак получает чуть меньше урона по крайней мере зелененький это чемпион который у нас поэтому готовимся к тому что мы чуть больше урона будем получать это странная комната мне кажется что здесь где-то ловушка должна быть комната странная почему потому что давно ловушек не было скрытых поэтому я обратите внимание количество предметов у нас прямо уже зашкаливает то есть нам нужно будет идти продаваться к торговцу активировали ловушек для того что просто пройти дальше это собственно дно угромило он не сможет пройти пока тут парализация висит но мы сможем его раздамажить собственно он вышел из паралича и вошел в ярость ну с яростью как вы помните мы не деремся а чтобы избежать запутывания вам можно использовать левитацию у нас присутствует яд снимаем яд дм 200 серии бьет вплотную очень больно поэтому нам нужно готовиться к тому что по нам очень много урона пойдет стоит наверное полечиться наверное стоит все таки полечиться лишнее здоровье оно лишним не будет очень много мобов их прям огромное количество не стоит ждать пока вас толпа забьет поэтому стойте лучше подальше от толпы прыгать мы не планируем мобы пока стоят в яде они также наносят получают урон то есть по сути этот дм который вытянул яд он раздамажил и своих же ребят поэтому в этом вопросе конечно молодец получили еще некоторое количество золота для того чтобы просто двигаться дальше ну понятно причинам он кастанул на нас яд как вы понимаете с магом драться сомнительное решение поэтому забираем и отступаем чтобы не драться с дмом дм очень больно бьет он скорее всего на нас кастанул яд если мы от него очень далеко отойдем поэтому нам важно держать как можно ближе дистанцию у нас собственно еще один комнатка еще один ключик это получается не мимик это тоже не мимик забираем оба предмета для того чтобы просто иметь много золота судя по всему нам в идеале прибежаться обратно у нас не нашли мы пока я просто думаю возможно будет еще этот очень много газовых ребят непонятно как против них драться но на самом деле это хорошо то что они здесь присутствуют можно что-нибудь изобрести карта это интересно у нас 51 единица энергии конечно интересная энергия получается свариваем свитки улучшения точнее не улучшения а делаем ускоренная получается выносливость для того чтобы просто быстрее бегать смотрим что мы еще можем здесь сделать но яд нам особо не поможет в теории так ну все вроде как так так также сделаем телекинетический заход чтоб просто лежал гнинца у нас на него места нету в этом вопросе конечно все печально давайте его все таки подберем раз мы его сделали огромное количество дмов здесь собственно как с ними драться сложно сказать но по идее нужно драться с ним через щиты Потому что по-другому они нас просто прибьют к месту По семенам у нас, как вы видите, не особо густо Либо через солнечник Но проблема в том, что солнечник не растет на воде То есть нам нужно, получается, драться только в дверях Но опять же, если кто-то нам в спину зайдет Нам будет не очень хорошо Давайте попробуем подраться с ними Очень хорошо, что они по одному подходят Как вы понимаете, газ не дамажит ДМов Тем самым они просто тянут время, по сути говоря Гнида Они раздамажили нас все-таки ядом Еще один таракан нарисовался Нармода прям капец Это, если не ошибаюсь Вдохновленный чемпион Нам в кои-то веке выдали первое мясо Это, наверное, с удачей Потому что у нас присутствует кольцо удача Кольцо богатство И из-за этого нам чуть-чуть повезло А так нам было вообще, что говоря Ни разу я вот за последнее время Оно такое чувство, что шансы выпадения мяса Прям понизили капитально Учитывая то, что мясо падает в основной инвентарь То для нас оно, по сути, бесполезно А нам в идеале выложить лишнее Это у нас будет кольцо энергии лишнее Выложить кольцо стихии тоже лишнее Забрать мясо Нас окружают Сейчас он здесь на себя в защиту Он в берсерке Стараемся не попадаться под его удары Давайте полечимся Мы немножко восстановились Они просто тянут время Очень много демов Они просто тянут время Это вдохновленный чемпион Который нам просто мозги делает Из того, что мы парализованы Не дают мне походить спокойно Очень много вдохновленных чемпионов Которые просто мне не дают двигаться И так же не дают исследовать это ждать То есть из-за того, что они газовую атаку свою используют Я не могу просто исследовать карту дальше Тастуем защиту для того, чтобы хоть чуть-чуть поменьше урона получать Нам дали камень-основитель На самом деле он для нас бесполезен будет Ну и собственно это круговая локация Ничего особо не примечательно Это маг Его можно кинуть Замечательно Замечательно То есть он в недосягаемости Не, ну вот как это работает А ладно Понятно Палочки имба Это не конкретно А вы сами видели Я его очаровал Но он все равно по мне начал стрелять Как это работает Непонятно Снимаем с себя чары Гнида Теперь собственно определяемся то, что мы будем продавать Ну для нас это нужно по сути в верхний ряд продать И так же два предмета получается со второго и с третьего ряд Нам нужно вернуться обратно По-быстрому Поэтому давайте пробежимся по возможности побыстрее Ну конечно Караканы думают, что они самые умные Они нам мешают идти упорно Как же вы бесите тараканы Честно Один из самых бесячих мобов Который здесь присутствует Это вот эти вот тараканы Палочка огня Ура! Наконец-то Хоть что-то огненное На самом деле я очень долго ждал Хоть что-то Хоть какую-нибудь ударную магию Потому что И нам в кои-то веки Над нами сжалились И выдали ударную магию огня Давайте посмотрим Насколько она у нас проклятая Или нет Она у нас не проклятая Соответственно Мобы будут отгребать По полной программе Нам в кои-то веки Выдали палочку огня Ёшкин Матрюшкин На самом деле Огонь не самый полезный Но все-таки Это ударная палочка Это лучше чем ничего Поэтому Как говорится Имя о том спасибо А то у нас просто Ни одной массовой палочки Нет от слова совсем На самом деле Без массовых палочек Очень тяжело играть И нам еще Зачарования на посох Не хватает Потому что Ну очень слабый урон Нам бы чуточку Посильнее урон И до пятого примерно А учитывая то Что он летающий На него огонь Действует усиленно Собственно Одиннадцатый этаж Наш любимый торговец И сразу Каракан нарисовался В виде летучей мыши Давайте ее Побыстрым Слепнем Самое веселое Богатство Нас почему-то не работает К нам что-то идет Это летучая мышка Перезарядили себе А тут скорее всего Проход должен быть Давайте посмотрим Да, этот проход Особственно Наша задача Во-первых Добрать Кого гнула Здесь в принципе Ничего не должно гореть Здесь только Мы сами не сгорим Да ты просто издеваешься Как ты-то мог загореться Но Без комментариев Он просто взял И загорелся По понятным причинам Нам нельзя его тащить сюда В воду к себе Там идет маг Нам нужно отступать За двери Либо пытаться его слепить Слепим мага На несколько ходов Крутимся Вертимся Вокруг мага Для того Чтобы его Как можно быстрее убить И сжигаем Чертям этого Огромили Обратите внимание Громила Избавился Воды У нас летучая мышка Расставалась Почти на тебя С защитой Немножко Но у нас не получилось Мы перезарядились Еще одна летучая мышь Они прямо заколебали Честно говоря Обратите внимание Я ведь ни хрена Передохнуть не успеваю Забираем очищающий дротик Забираем анг В обязательном порядке Забираем исцеление Забираем баланс По Собственно свиткам По обознанию Обязательно Забираем карту Тоже В принципе Нужно забирать Но у нас нет места Ладно Ладно Хорошо Продаем все лишнее Чтобы у нас место Появилось Продаем секиру Продаем рунический меч Раз Меч холода Арбалет Катану Кламени И собственно Кольчужную броню скорости Одна из лучших Которая для нас была Забираем Две магические карты Чтобы они просто лежали В кучке Забрали опознание Которое мы уже купили До этого Дрифель Я думаю В принципе Нас устраивает Плюс 6 Зачарования Конечно слабовато Но В целом Оно пойдет Плюс вода В принципе Неплохо смотрится Тут у нас Ментальное зрение Ментальное зрение По сути говоря Не особо полезный предмет Оно дает Волшебный взор Который позволяет вам Видеть все вокруг вас То есть Ну в принципе Чисто на энергию Взять Трансмутацию Трансмутацию Это вы можете Продать Предметы За золото Либо за Собственно Энергию Наша задача В данный момент Получается Зачаровать свой ах У нас присутствует Получается Источник жизни На 13 уровне И мы возвращаемся Собственно К кузнецу В одной из следующей серий По возможности Постараемся Приближать Того моба Который охраняет Трой кузнец Слепота чем хороша Это Ну опять же Как вы видите Она не действует На этих Поэтому мы в принципе Можем удобрять Семечками Это у нас Удобряем Получается Яд Удобряем Это Замешательство Ну так называемые Замешательство Удобряем Удобряем Получается У нас Ведение Стебель Это Телепортация В рандомное место Тут количество Семечек Не показано Не не показано А нет Вы дали Семечка Да То есть Мы только Получается Только только Ее прокачали В принципе Я думаю Скорость Мы оставим То есть Первая семечка Семечка Скорполоха Потом Ведьмин стебель Дублирующая Не уже не залазит Поэтому Оставим Ну и собственно Это пока тоже Оставим По семенам Нам что-то Как-то вообще Не дают Что обидно Опять наш Любимый Таракан Нарисовался Ну у нас Присутствует Огонь Ну и проблема В том Что Мы Немножко Когда у вас Присутствует Огонь Тараканы Не Являются Проблемой Вот опять же Обратите внимание Этот Мак Прям как знал Когда нужно Появиться Когда вот Как раз У меня палочка Зачарования Закончилась Он как раз Появился В это время Он прям как знал На самом деле Что-то по удаче Нам особо Не везет Нам я думаю Стоит Вместо удачи Брать что-нибудь Наподобие Перезарядки Потому что Ну Явно нам Удачи Это не наша Сильная сторона Мы На тринадцатом Этаже Собственно Где-то здесь Должен быть Повторяющий Сад Мак Который Проснулся Давайте Подождем Как вы помните С яростью Мы не деремся Ни в коем случае Иначе Вас убьют Просто Мак Вы понимаете Сильнее Поэтому Обратите внимание Нам Засвечилось Свечение Было Фиолетовое Это один Рандомный Предмет Нам дали Это был Фиолетовое Вращение На самом деле Фиолетовое Вращение Можно Простить По что-нибудь Либо Использовать Через Собственно Огонь Бесполезно Здесь использовать Либо Использовать Его для Контроля Как вы Видите Нам Урона Многовато Пихнули Нам Выдали Немножку Золото И нарисовал ПДМ ДМ И как вы Понимаете Не горят Точнее В воде Стоять По крайней мере Не горят Поэтому Будем Раздамаживать Раздамаживали Двигаемся Дальше 18 ХП Нет смысла Рисковать Давайте Что-нибудь Выпьем Например Зелье исцеления Чтобы оно Нам просто Не мешало Стоп Теперь Бросаем Манх Собственно В источник жизни Для того Чтобы он зачаровался Это у нас Гигантский Чемпион Не самый Он сильный Но В нашем случае Он Не успел Сильно Мощь набрать Поэтому Нам повезло Огонь Все равно Сильнее Его был Он Закончился Можно Также Собственно Было Забрать Я как не забрал Этих ребят Давайте Забьем Ребята Это называются Стражи Этот у нас С скемитаром Скемитар Это 14 Тир оружия Которое Имеет Быструю Скорость В отличие От С Которое Имеет Очень Быструю Скорость Достаточно Толстенький Мок Но Мы Собственно Справились Он Один Чудя По всему Чуть Чуть Больше Никто Не Пришел Таракан Давайте Подождем Но Как вы Понимаете Таракан Не Сгорел Потому Что Просто Не Захотел Собственно Подошли К Кузнецу Давайте Двигаемся В его Сторон Как вы Видите Немножко Паутины Прыгать Мы Не Планируем Давайте Подождем Пока Сойдет Паутина Либо Что Нибудь Бросим Можно Просто Ее Попытаться Обойти Что Касаем Превращение По Превращению Можно Использовать В принципе Метаморфозу Но Опять же Магические Способности На мой взгляд Одни из Самых Сильных Есть Конечно Сильные Способности Но Все Таки Они Не Самые Слабые Вот Также Можно Использовать Переработку Это Получается Слабую Версию Трансмутации Пускай Это Неработные Экипировки Это Зелье Может Превратить Свиток Семя Зелье Руды Камень Или Дротик С Случайный Примет Того же Типа На самом деле Мы Могли И так же Использовать И Наше Метательное Снаряжение Очищающий Дротик Он Бесполезен Он Бесполезен Поэтому Его Стоит Сразу Очищать Полностью Чтобы Они Во-первых Состатались А во-вторых Ну Опять же У нас Пока Нет Дротиков У нас В 4 Штуки И нам Нечем Особо Зачаровать Зачаровать Можно Ядом И Можно Зачаровать Огонь Холод На Выбор Вот Собственно Как-то Так В целом Транспутацию Можно было бы Использовать Конечно На пространственные Часы Но Я думаю Что Чуть Больше Могов Для нас Будет Лучше Учитывая Что Время Тут Присутствует В реальной Жизни Наступает Ночь Собственно И Могов Чуть Больше Ну Вот Как Вы Видели Могов Чуть Больше В нашем Случай Тоже Это Сработало То Продохнуть Практически Не давали Что Очень Полезно А потом Уже Когда Нибудь На Высоком Уровне Например Попытаемся Что-нибудь Перекрафтить Очень Много Собственной Энергии У нас Прям Огромное Количество Понятно Что Из нее Можно Скрафтить Ну Пока Как-то Так Ладно Всем Просмотр С вами Был Андрей Всем Пока